Так, уж небо осенью дышало. Уже всё жёлтенькое, желтеет, осыпается. Как же быстро прошла весна, лето, тёплые денёчки. На улице сейчас холодно, ну, по крайней мере, светло и солнышко, что не может не радовать. Я вчера, кстати, прочитала статью, что эта зима будет самой холодной за последние сто лет. Что, мол, где в Тихом океане изменилась на один градус температура, из-за этого что-то там образовались какие-то ледники, за ними холодные циклоны, и теперь это всё придёт в Европу. А так как мы Европа, то готовься к холодной зиме. Прямо интересно, будут ещё тёплые денёчки или нет. В прошлом году, когда мы сюда приехали, а уже год прошёл, боже, уже год прошёл. Так вот, в прошлом году, когда мы сюда приехали, до октября месяца, и даже в октябре месяце, ещё было тепло. Я помню, мы тёплые куртки, по-моему, аж в конце октября, начале ноября одели. Ну, не куртки, а такие, худи. Вот, а в этом году я уже вот в своей тёплой мастерке с начёсом. Я бы сказала, даже не с начёсом, а с тёплой подкладочкой. И вы знаете, очень даже тепло. Вернее, не жарко, не жарко, да. Я сегодня пообрезала все свои цветочки на балкончике, привела их в порядок. Они уже бедные доживают последние денёчки, им там холодно. Ну, и как-то они все однолетние, поэтому, видимо, скоро им придёт уже смерть воробьиная. Но, тем не менее. Вот, а сейчас мы ползём в магазин, так как сегодня суббота. И неминуемо надо скупиться. Хочешь, не хочешь. Что за странная привычка вот эта вот у людей кушать три раза в день. Я, кстати, чувствую себя уже намного лучше. Но слабость, конечно, даёт о себе знать. Когда народ идёт на встречу, камеру выключаю. Иначе все как-то так смотрят на меня с подозрением, типа, что ты, блин, снимаешь? А я себя снимаю красивую. Так вот, слабость даёт о себе знать. Мы прошли тут половину пути, а у меня уже дикая отдышка. Иду, и прям хочется язык на плечо повесить. И такая... Вроде я кросс пробежала, не знаю, тут 4 километра знаю за 10 минут. В Мюнстере, кстати, сейчас акция. Нам повесили везде объявление, мол, не выкидывайте в биоотходы пластик. Притом даже биопластик нельзя выкидывать. Раньше мы покупали биопакеты, ну, биоразлагаемые. И в них паковали биоотходы, потом выкидывали. А сейчас, типа, даже без этого биопластика пакуйте. Ну, в итоге мы пользуемся старым дедовским методом газетками. Вот помните, как раньше пакетов не было, а мы все стелили ведро газетку и в него выкидывали мусор. Так вот, это был самый правильный способ. Смотрите, сколько великов переезжает дорогу. Вот, в Мюнстере очень много великов. Мне тут посоветовали не говорить за всю Германию, а говорить только о своей деревне, где я живу. Так вот, в нашей деревне все ездят на великах. Многие, очень многие люди ездят на велики. Так вот, что я хотела сказать, что вот эта вот акция действительно привела к тому, что в мусорном баке стало гораздо меньше пластика. Сегодня вот муж выносил мусор и говорит, что вообще ни одного пластикового пакета. Представляете, насколько ответственные люди? Ну, молодцы. У нас бы кто послушался вот так вот, да, попросили их просто по объявлению разъездили бумажку. Типа, не выкидывайте пластиковый мусор. И все такие сразу, да, мы не будем выкидывать пластиковый мусор. Ага, не тут-то было. А здесь вот попросили, и все. Ни одной, ни одного пакетика. Все в бумажечках выносят. А то и без бумажечек. Мои ждут уже меня. И сразу прямиком мы заходим в магазин. Оп. Это вот турецкий магазин. Мы купили в турецком магазине довольно интересные плоды кактуса. Не, не кактуса. Ну что, кактусы, они колючие. Тут, правда, колючки вот эти вот уже пообламывались. И вот Стас сейчас будет его разрезать. Разрезать, пробовать. Мы такое ни разу не ели, никогда не пробовали. И что там внутри даже не представляю. Я еще не знаю, как его есть, правда. Даже не знаю, как он называется, если честно. Там вроде говорилось вроде, что что-то снаружи. На маракую чем-то похоже. Ничем не пахнет. Мама, а сейчас есть? Молодец. Она была маленькая, я кладу. Маражулька, да? Да. Маражулька. Интересно. Может, эти косточки не надо есть? Может. А я и не ем. Ты их выплевывать собираешься? Угу. И что это на вкус? Это такое ремио. Что так, а на вкус это что? Сладенькое. Ну, что-то похожее на что-то? Угу. Ни на что не похожее, а сладкое? Ну, чуть-чуть на маракую похожее. Ну, не такое яркое. Ну, это как фрукт, да, какой-то? Как фрукт. Знает, может, кто-нибудь, что это? Напишите в комментариях. Будем и мы знать. Смотрите, какие у меня бараши получились. Ну, красотища. У нас поселилось привидение. Да. Кто любит заправлять пододеяльники? Вот еще один конец. Еще один конец. Папа. Привидение. Это вызывает буквы. Важный восторг у детей. Сегодня вот малым пошила таких сплюшечек. Шлоника и китенка. Это что тут творится? Это что за кубло у меня здесь, а? Я пошел в подвал. Ку-ку. Ку-ку. Эй, там наше фрукт. Какого отчего? Ку-ку.